Игорь Владимирович, насколько мы понимаем, Путин сейчас делает ставку на так называемую военную экономику, экономика, которая поставлена на военные рельсы, и суть такова в его извращенной фантазии, что ВПК, как говорится, все вытянет. А вытянет или нет? Ну, зачем нам гадать? Мы же можем посмотреть на Советский Союз, который жил ровно по этой модели довольно долго, простите меня. Практически почти после Второй мировой войны Советский Союз включился моментально в гонку вооружений. Началась холодная война, началась гонка ядерных вооружений. Потом Россия, тогда еще Советский Союз бодро влезла в гонку космических вооружений, если помните, космическая война. И это, в общем, разорило экономику. Была огромная оборонная промышленность, огромные заводы, которые сейчас как раз и клепают все военные оборудования, их сейчас запустили на полную мощность. Но экономика-то оказалась нищей, убокой, бесприбыльной. И в итоге рухнуло. И Советский Союз распался, потому что населению было совершенно неинтересно спасать. Советский Союз спасает свою прежнюю модель жизни, потому что магазины были пустые, деньги девать было некуда, жизнь была такая тяжелая. В этом смысле, в бытовом смысле, неинтересная. И народ с удовольствием, так сказать, подумал, а бог с ним, Советским Союзом. Может быть, теперь хоть заживем. И Советский Союз распался за три дня, и никто не встал на его защиту, потому что экономика так утомила советский народ, что все ее с удовольствием отдали в прошлое. Вот примерно к такому же идет сейчас и России за счет военной, так сказать, гонки расходов. Примерно так. Путин в очередной раз распыляется на обещания. В частности, эти обещания связаны с улучшением экономического состояния среднестатистического россиянина. Но правда, обещания, которые были озвучены в преддверии этих псевдовыборов, практически ничем не отличаются от обещаний, которые Путин давал ранее. То есть, все эти обещания, просто пустые слова, они не выполняются. Что мешает Кремлю, Путину в частности, выполнять, воплощать в жизни обещанное? А зачем? Им это просто не нужно. Вы делаете вопрос, строите исходя из того, что то, что Путин обещает, руководство в Кремле каким-то образом нужно. Им это совершенно не нужно. Это нужно только для того, чтобы изображать заботу правительства о россиянах, чтобы они верили, что ими руководят мудрые, заботливые люди, которые они думают и все время день и ночь изобретают способы улучшить их жизнь. Это совершенно не так. Они живут для себя, живут в своем мире, и у них все хорошо. Главная задача, чтобы никто не помешал в этом мире оставаться. Поэтому они рассказывают сказки, байки, почитав все обещания Путина, все его предвыборные программы, вы увидите совершенно невероятной красоты страну, которая никогда не становится реальностью. Сколько он пообещал. Там и Португалию мы обгоним по ППС на душу населения, значит, паритет покупательной способности с ВВП на душу населения будет больше, чем в Португалии. У нас будет 25 миллионов высокотехнологичных новых рабочих мест, будет зачем учиться, повышать квалификацию, и можно будет хорошо зарабатывать. Чудесные какие-то все обещания, с которых никогда ничего не реализуется, кроме продолжения власти, конечно, президента и, соответственно, его окружения. Так что вот это единственная реальная задача. А все остальное это исключительно имитация. Пустые слова. Игорь Владимирович, хотелось бы с вами еще одну тему обсудить. Правительство Российской Федерации собирается выставить на продажу национализированной после начала войны в Украине компании, чтобы пополнить федеральный бюджет. По крайней мере, ведомостям об этом рассказал представитель Минфина. По его словам, в первую очередь власти собираются продать активы, которые были получены в собственность государства в прошлом году. А в чем суть вот этой идеи? Можете пояснить, пожалуйста. Ну, там как бы есть две группы интересных объектов. Это первое, это были предприятия, которые построили доверчивые иностранные компании территории России, чтобы здесь зарабатывать десятилетиями. Хорошо деньги продавали в России, они понастроили эти предприятия. Теперь они все из России ушли, эти активы российское правительство отбирает и будет продавать своим приближенным, чтобы, соответственно, они получили активы, какие-то деньги отдали. То есть происходит как бы простая история. Правительство сейчас выдает кучу денег под военные заказы, эти деньги притекают в руки близких людей, и эти пустые деньги, выданные государством, будут потрачены на покупку формальную активов, и деньги вернутся обратно, вот такой круговорот денег, выданных государством, обратно к нему. Ну, вот это будет первый кусок. А второй кусок, это еще более интересная тема. Начался передел собственности, розданный во время приватизации. Сейчас в России началась практически картина реприватизации, то есть отмена задачи приватизации, которая была решена в 90-е годы. Эти активы снова собираются и уже национализируют, а потом их будут снова приватизировать, но уже другим людям, новые элиты. Путин же обозначил в своем послании, что вот те, кто набил кошельки деньгами в 90-е годы, это уже не элита, а элиты – это те, кто прошел через СВО, силовики. Вот они истинная элита, борцы за Россию, их надо награждать. Вот этой элите будут продаваться активы, которые будут заниматься у прежних богачей, ставших богачами в 90-е годы. Вот за счет этого будет некий оборот денег и формирование лояльной новой элиты, которая получит свои активы, будет за счет этого богатеть и верить в счастье свое, которое им дал Путин. Вот это как раз новая конструкция России на следующее десятилетие. О, так это оборот денег в российской экономике, или это оборот денег в карманах, приближенных к Путину в первую очередь? О, приближенных к Путину часть российской экономики, но это такая часть, с которой большинство населения никакого отношения не имеет. И население от этого не лучше, не богаче, не станет. Население получает только деньги в обмен на жизнь. Вот те, кто посылает своих мужей воевать, им дают деньги. Мы знаем, что в некоторых регионах выплата за убитого достигает 12 и более миллионов рублей, фантастические суммы для бедного россиянина. Поэтому идет такой жуткий процесс размена жизни мужчин на деньги для его семьи. Вот картина такая. Насколько эффективными могут быть эти предприятия? Все-таки до того момента, как они были национализированы и принадлежали к большим международным корпорациям, они отлично работали. Сейчас, что будет сейчас? Ну, будет очень плохо, потому что, конечно, чтобы работало современное хорошее предприятие, оно должно быть включено в цепочку поставок мировую, у него должны быть хорошие комплектующие, хорошие материалы и все прочее. Сейчас, когда это все разрушается, то само по себе оборудование, это ничего не даёт. Кроме того, само оборудование ломается. Вот мы сейчас наблюдаем очень такую большую панику в сельском хозяйстве России, без всяких шуток, потому что за последние 20 лет было куплено огромное количество импортной сельхозтехники, хорошей, комфортабельной, производительной, с хорошим качеством, так сказать, работы их. Вот все сельские предприятия были крупно оснащены такой техникой. Она сейчас начинает ломаться, нужно добывать запчасти, добыть их становится очень тяжело. Знаете, крупный агрегат так вот параллельным импортом завести трудно. Поэтому вот сейчас угроза, казалось бы, там, где её давно никто не видел, в сельском хозяйстве, мы видим опасения, что сельское хозяйство России начнёт снижать продуктивность. И то, о чём россияне забыли, пустые полки продовольственных магазинов, может вернуться. Это всем кажется, что это абсолютно нереальная история. Но как же у нас такое мощное сельское хозяйство? Пока ты не начинаешь выяснять, откуда семена, откуда семя для благотворения коров, откуда оно берётся, откуда яйца для инкубационных кур завозятся, откуда, значит, все вот эти препараты, которыми лечат скот, завозятся, ну и так далее. В итоге, когда это всё оказывается недоступно, то, конечно, вся вот прежняя производственная система начинает сыпаться, рушится, как минимум теряется качество, а как максимум становится вообще невозможным производством. Но рушатся, насколько мы понимаем, сейчас разные отрасли, разные сектора Российской Федерации. Давайте-ка поговорим про авиаотрасль российскую. Итак, крупнейшая грузовая авиакомпания России приступила к ликвидации парка самолётов после остановки полётов. Крупнейшая в прошлом. Грузовая авиакомпания России Airbridge Cargo начала возвращать импортные самолёты владельцам после остановки полётов. Насколько показательна эта ситуация и как в целом можете охарактеризовать вот то, что происходит с российскими авиакомпаниями? Ну, это довольно трагичная картина. Вы смотрите, вы мне называете компанией, я вам напомню, что была когда-то великолепная такая транспортная авиакомпания «Волга-Днепр», если помните, которая использовала «Анте» или «Мри», если вы помните, этот самолёт уникальный. И они очень хорошо, они работали на мировом рынке, зарабатывали кучу денег. Но это был вот такой остаток ещё советских времён, когда авиационная промышленность России и Украины работали вместе, создавали великолепно эти грузовые самолёты. Сейчас это всё разрушено, об этом уже даже никто не вспоминает. Ситуация с российской авиацией трагичная, без всяких шуток, что Россия без авиации жить не может. А самолёты, в основном, импортные, ремонтировать их становится почти невозможно. Уже идёт активно процесс каннибализации авиапарка. То есть снимать детали с одних, машин ставить на другие, чтобы хоть что-то летало. Растёт число аварий, как вы видите, да, и уже совершенно непонятно, что ждёт дальше. Попытки создать собственные самолёты сыпятся. Ну, потому что Россия уже не очень многое может. Интеллектуальные возможности потеряны. Производственные возможности потеряны. Вот сколько уж было шума, что будет делаться новый пассажирский самолёт. МС-21 – это модифицированный самолёт старый. Но вот опять только что заявили, что нет, ничего не получается. Ну, крылья не крыльются. Крылья не держат нагрузку. Ломаются плохие композитные материалы. И сказали, ну, в ближайшие два года не подходите. В 26-м году, может, что попытаемся сделать. В этом случае ситуация трагичная, потому что Россия без авиации жить не может. При таких территориях, соответственно, как вы понимаете, на поезде много не навезёшь и далеко не уедешь. Поэтому, конечно, начинается такая ситуация. Уже пошла такая довольно страшная шутка в России. Но уж какая есть, такая есть, извините, российский юмор современный, что в России есть три скрепа – телевидение, коррупция и авиация. Скоро останутся только две. Вот примерно так народ сейчас в России горько шутит. Вот это то, что касается авиации. А, то есть телевидение и коррупция – это то, что будет. Окей. Да, а может ли Российская Федерация переориентироваться, ну, не знаю, на другие рынки, например, как это сделал Русал? Он сейчас переориентируется на азиатские рынки. Не то, чтобы это сейчас уже сразу сильно помогало, потому что в Русале заявляют о колоссальных потерях доходов, но тем не менее, как вариант. Ну, смотрите, значит, с самолетами я же не могу другие самолеты купить. Но нет других самолетов в мировом рынке. Боинг, Аэрбас. Ну, там я еще могу, там, маленькие самолеты региональные, типа, Эмбраеры, там, купить. Вот это я еще могу что-нибудь купить. Бомбардье. А большие самолеты Боинг и Аэрбас больше, ну, соответственно, ничего купить нельзя на рынке. Перелететься на другие рынки можно пытаться, но тоже, знаете, сложно. Но как я могу, скажем, развернуть российскую черную металлургию на Индию? У Индии, между прочим, своя металлургия покрупнее российской будет. Знаете, компания ТАТА бьет Северсталь, ну, просто наглухо, поэтому там ничего не создашь. С алюминием проблема становится страшной, потому что я понимаю, почему Русал говорит о развороте на Восток, потому что на, что называется, повестке дня стоит введение эмбарго на поставку российского алюминия. Еще несколько лет это было невозможно и не получалось. Сейчас, видимо, нашли альтернативные каналы поставок алюминия. США и Европа начинают обсуждать эмбарго. США начинают обсуждать эмбарго на российский обогащенный уран, то, что еще пару лет назад было невозможно. То есть Россия начинает выбрасывать с рынков, а заменить рынки Европы и США полностью восточными, ну, практически нереально. Более того, эти сами рынки не очень надежны. Вот на последние дни видим информацию о том, что Индия сокращает закупки даже высококачественной российской нефти, которую им через Порт Восточный поставляли, там, Марко Сокол, насколько я помню. Ну, в общем, сложности, большие санкции, вторичные санкции. Субтитры создавал DimaTorzok